Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской Академии Наук. Владимир Сергеевич, рад приветствовать. Рад вас видеть. С Новым Годом, с прошедшими и наступающими рождественскими праздниками. Взаимно, взаимно всяческих благ в 2024 году. Владимир Сергеевич, когда я еще был на 30 лет помоложе и учился в институте, нам в том числе говорили о том, что, запомните, тот, кто в споре переходит на личное оскорбление, особенно это когда речь идет про политику, он автоматически считается проигравшим. Америка заходит сейчас в год выборов. И я вижу, как выходит Джозеф Байден и называет Трампа лузером. То есть это единственный, да, уже оставшийся аргумент, перейти вот на такую модель, как в детском саду? Ну, в общем, Армен, вы совершенно правильно уловили основную тенденцию американской политики сегодня. Она, в общем, состоит в том, что если нас ожидают выборы в этом составе, и в основном с двумя кандидатами, то мало того, что, по всей видимости, она будет развиваться совершенно по другим сценариям, но ее конец тоже, в общем, где-то как-то просматривается с точки зрения того, забегая вперед, что ни одна из сторон не признает итогов выборов. Байден никогда, и демократы в его лице никогда не признают Трампа победителем, Трамп по определению не признает Байдена. И, в общем, вот, когда вы действительно сослались на вчерашнюю речь Байдена, тем более в Южной Каролине, где он в основном выступал, передав американской аудиторией, я вам должен сказать, что Байден, хотя он был не столь резок, как до этого, когда он выступал в Филадельфии, но он, в общем, провоцировал тематику гражданской войны. Это не было таким, знаете, элементом подстрекательства, но по существу, учитывая ту роль, которой была гражданская война и последующие, там, борьба за права афроамериканцев, движение за обеспечение социально-экономических и политических прав, ну, в общем, Байден дал понять, что сегодня ситуация выглядит так, что Трамп хочет вернуть Соединенные Штаты Америки не то на 100 лет назад, не то на 150, это он, по существу, открыто сказал. Ну, и выбор, который предстоит вот афроамериканской части, это, мол, у вас либо рабство, либо вот сегрегация. По принципу, были такие в 90-е годы 19 века законы Джима Кроули, но они фактически вот узаконили сегрегацию, то, что называется, вагон для белых, вагон для черных, ну и так далее, по этому же принципу. И вот в данном случае вот это вот такую, я бы сказал, элементы исторической памяти, плюс даже, я бы даже вам сказал, элементы такой ненависти. В общем-то, Байден по отношению к Трампу радиировал. И постоянное вот это вот заигрывание с гражданской войной, с ситуацией, которая складывалась после, то есть, в общем-то, попытки южан каким-то образом взять реванш, по крайней мере, если не на поле боя, то в политическом пространстве, все это звучало достаточно, ну, я бы сказал, поджигательски. Тем более, что выступающие другие ораторы, афроамериканцы, кстати сказать, которых тоже предвосхищали выступление Байдена, они, в общем-то, были даже где-то более жесткие, понимаете, в этом оценке. Они фактически уже, вот, я бы даже вам сказал, что, да, перед нами некая борьба за права, так сказать, вот, ущемленного и потенциально афроамериканского населения, и оно должно вспомнить то, как она себя вела, это афроамериканское население, ну, рабское население, в годы гражданской войны. Ну, а в годы гражданской войны, не вдаваясь там во все подробности, да, северяне сделали очень многое для того, чтобы, вот, освободить и сдать указы об освобождении рабов, афроамериканцев, с тем, чтобы они вступали в ряды армии северян, ну, и, соответствующим образом, вооружить их. Это, конечно, история хорошо известна, она, в общем, достаточно хрестоматийна в Америке, и в данном случае Байден, по существу, вот, сегодня и призывал афроамериканцев уже выступить вот подобного рода фронтом сейчас на предстоящих выборах. Второй очень важный момент, я действительно вам могу сказать, что дело не только в этом, ну, вот, как вы употребили выражение «лузер». Так это не я, Владимир Сергеевич, это не я, это товарищ Байден обозвал Фредовича. Я имею в виду сам термин, но два дня назад он вообще употребил и выражение «Гитлер», и «фашизм». И здесь я хочу дополнить другую вашу вещь. Вообще, в американских странах вас хорошо правильно учили 30 лет назад, но это вошло в Америке даже как наставление по ведению дебатов. Вот если вы ведете дебаты, и вам не нравится, вы, скажем, их проигрываете, но есть другая ситуация – выход из дебата. Вот вы хотите выйти из дебата, причина – вы или вас не устраивает ваш оппонент, либо вы проигрываете, либо, ну, понятно, уже 10-й раз идет по кругу, вот тогда вы прибегаете к Е2, Е4. Вы фашист. Вот это просто разработка. Если вы фашист, то что с вами разговаривать? Это и есть стратегия выхода из вот этой вот дебаты. И надо вам сказать, что, в общем, по всей видимости, так как поднимал вопросы Байден, ну, в общем, действительно встает вопрос о том, будет ли вестись вообще какой-либо диалог между, скажем, двумя кандидатами или двумя партиями вот уже на предстоящих вот кампании, которые статуют 15 января в Айове, там будет партийное собрание, но в Америке стали сразу обсуждать, хотя они, может быть, иногда спешат, но тоже очень показательно. Ну, а допустим, что вот осенью опять, вернее, осенью у нас будет и Трамп, и Байден, съезды партии, партий их утвердят в качестве кандидатов. А нужно ли им вести дебаты? Вернее, нужно ли Байдену вести дебаты? И вот тут вот как раз мнение, может быть, определенного рода части демократической партии, политтехнологов, ну, таких, я бы даже сказал, ответственных демократов, они сказали, нет, нет, Байдену не надо никакие дебаты вести с Трампом. Вот, какие дебаты с Трампом? Другие стали говорить, ну, нет, надо все-таки декор соблюсти, в общем-то, принято, что кандидаты ведут дебаты, так оно, мол, уже принято, уже идет, мол, много десятилетий, это, мол, традиция, ее надо поддерживать, но сам факт, что уже раздались голоса, пусть такого даже политкорректного плана, что не о чем с Трампом разговаривать, это уже прелюдия, возможно, действительно к тому, чтобы педалировать вопрос о судебном преследовании, педалировать вопрос о необходимости его снятия с дистанции, ну и создать уже вот такую, если хотите использовать элементы недобросовестной политической конкуренции, чтобы, в общем, считать, что вот эта вот проблема, или, вернее, вот эта компания вот таким вот образом, можно сказать, закончилась, и совершенно правильно, о чего вести разговоры с лузером. При этом, в данном случае, можно сказать, если уже в нашем эфире выступать, я помню, как-то мне очень хорошо попалась одна такая реприза в шахматах, помните, что гроссмейстер, ну, в общем, вот такие, я бы сказал, фантазии или такие шутки, вот по комментарии, что гроссмейстер, не приступая к доигрыванию, признал себя победителем. Вот я должен сказать, что фактически Байден с таких позиций и выступил. То есть, не доводя дело уже до избирателей, до подсчета голосов, до проведения даже там, я не знаю, первичных, ну, первичные выборы, они штатные, то есть, вернее, это выборы, ну, помимо штатные, они еще и, в общем-то, узкопартийные. Ну, в общем, Байден признал себя победителем, он признал себя победителем и в демократической, в рамках демократической партии, ну, и в общем, национальном масштабе, что тоже очень... Владимир Сергеевич, а он признал себя победителем в формате своей собственной команды? Что это за история с Ллойдом Остином, который загремел в госпиталь, запретил об этом всем говорить? Такое ощущение, что такое, просто обычный человек, ну, случается, да, попал в больничку, зачем кого-то травмируют рассказами? Ну, это беспрецедентная, по-моему, история даже для вот нынешней эпохи. Давайте так скажем, Армен, я вам изложу свою точку зрения на эту проблему, ничего, может быть, я такого, ну, скажем, отклоняющегося или криминального не скажу, но дело это действительно серьезное. Значит, моя интерпретация событий состоит в следующем. Дело все в том, что, по всей видимости, между Белым домом в лице советника по национальной безопасности Салливаном и руководством Пентагона в лице, собственно говоря, Ллойда Остина, произошли очень серьезные разногласия, тем более в нынешний момент. То есть речь идет сегодня о том, как будет дальше развиваться ситуация по Украине, каким образом будет ситуация на Ближнем и Среднем Востоке, на Тайване, короче говоря, американская военная политика оказалась на каком-то распутье. Что там были, какие были разногласия, мне садить сложно, но известно, что Пентагон, традиционно американские военные не склонны заниматься большими авантюрами, понимаете, они не очень хотят ввязываться в какие-то войны, в том числе, вот это я хочу особенно сказать, вот то, что прозвучало буквально вчера из Усхейли, которая сказала, что вы знаете, а нет необходимости посылать американские войска на Украину, мол, этого и Киев тоже не хочет. Может быть, речь идет именно об этом. Что касается таких людей, как Салливан, то это уже отвязная совершенно команда, которые готовы пойти на любой вабанк. И смысл разногласий состоял в том, по всей видимости, Остин выдвигает ультиматум. Он говорит о том, что либо вы будете слушать то, что вам говорит Пентагон и руководствоваться, указая, так сказать, экспертным оценкам наших военных, либо я подаю в отставку. Вот что произошло на самом деле. А вот когда запахло отставкой, вот тут и началось. Это сейчас, когда Остин подает в отставку, да еще афроамериканец, вы что смеетесь, да вы понимаете, что это почти развал администрации. И вот все те круги по воде, которые пошли, это вот как раз попытка вот этот скандал, который, видно, в рамках администрации хорошо известен, о спустить его на тормоза. Вот тут уже Байден вмешался, позвонил и сказал, ну, дорогой Лой, не горячись, веди себя, так сказать, ты член команды, мы тебя любим, мы тебя не собираемся выбрасывать. Кстати, Блинкин, который сейчас находится где-то там в районе Персидского залива, тоже сделал очень показательное заявление, нет, нет, мол, Остин остается членом нашей команды, мы его любим, вот, и без него мы себе и дальше политику не мыслим, и это тоже показательно. То есть в высших кругах прекрасно понимают, из-за чего там разгорелся весь сыр-бор. Ну, а с другой стороны, вот у нас как-то концентрируется внимание на то, должен был Остин сообщать кому-то о своей болезни или нет, но тут я опять позволю себе процитировать Ники Хейли, вот в данном случае дама очень, как говорится, хорошо сказала. А в чем там проблема? А с 22 декабря, значит, все началось с того, что 22 декабря где-то там госпитализируют или начинают лечить Остина, потом переводят в интенсивную терапию, где-то только к вечеру 5 января он, что называется, пришел в сознание. Итого, с 22 декабря по 5 января Остин никаким образом ни себя не проявлял, что называется, на радарах Белого дома. Тогда встает вопрос, и Ники Хейли задала, а что же делает президент, а что же делает его советник по национальной безопасности в такое время? Они-то поинтересовались, где находится Остин. Ведь, понимаете, если бы скандал звучал не тем, что Остин не довел до сведения, зачем ему это нужно, он никуда там на этот самый остров Эпштейна не ездил, он лежал где-то в госпитале, притом в пригороде Вашингтона, военной госпиталь, он недалеко от, находится, кстати, сказать, от Пентагона. Так что же получается, что за две недели ни президент не позвонил Остину, ни советник по национальной безопасности, ведь как у нас принято говорить, звонит, допустим, Байден, верховный главнокомандующий, говорит, соедините меня с Остином, мы не знаем, где Остин, как не знаете, соедините с Остином, да я не знаю, куда ты пропал, то ли он тут, то ли он там. Ведь, понимаете, вот где еще произошел прокол, чтобы понять, что там вот эту тюльку, которую нам вешают, это абсолютно, понимаете, такой политкорректный скандал. Но самое главное и пошло. Вот сейчас и запущено, вот это короткое слово, отставка Остина. А тут администрация на сегодняшний день попалась, потому что республиканцы тут же воспользовались этим скандалом. В палате представителей уже призывают Остина отправить в отставку, уже внесены, или внесен законопроект, или, ну да, или резолюция об импичменте Остина, при том ему вменяется в вину и Афганистан, ему вменяется в вину и Украина, короче говоря, по совокупности. Поэтому в данном случае сегодня, как говорят, тут очень все очень серьезно, вот с Остином. И нас это касается напрямую, потому что от того, как будет дальше складываться ситуация, вот она сегодня именно проскочила, именно в том плане, что речь идет о стратегии в предвыборный год. И я так понимаю, ну это уже моя оценка, что Остин не хочет, чтобы американская военная машина стала заложником политических амбиций людей, которые готовы поставить на все. И в данном случае, по всей видимости, Салливан, даже остальные не исключают, и это уже прозвучало, что в принципе в конфликт на Украине может свершаться и НАТО, войска НАТО. И то, что Хейли где-то заявила, значит эти планы рассматриваются, чтобы действительно послать уже, ну назовем их войска НАТО, а может быть даже уже и войска Соединенных Штатов Америки на Украину. Я уж там не говорю, каким образом сейчас будет развиваться ситуация на Ближнем и Среднем Востоке, где американские вооруженные силы и военные силы напрямую уже вовлечены и в конфликт. Уже и гробы идут, уже и обстрелы, ну в общем, как говорится, запахло большой войной. И администрация пытается каким-то образом все-таки этого избежать. Но тем не менее. Вот я думаю, вот каким образом сегодня обстоят очень дела в Соединенных Штатах Америки и в этом плане военная политика сегодня на большом распутье. Тот факт, что Остин остался пока, ну может быть это свидетельствует того, что более такой, я бы сказал, разумно-рациональный пока подход с точки зрения возможностей Соединенных Штатов Америки вести войну на два, а то и на три фронта, с точки зрения учета реальных возможностей, которые имеет сегодня военно-промышленный комплекс США, может быть эта вещь пока восторжествовала, что в этом вопросе, в вопросе использования военной силы надо быть осторожным. Но с другой стороны, конечно, Салливаны, Блинкены и же с ними вот эти политические деятели, да, они готовы, они политические выдвиженцы, они политические авантюристы, они готовы сегодня на все. Потому что в данном случае они даже думают не о Байдене, они думают о своем будущем. А поскольку они не тяжеловесы американской политики, то в общем-то провал администрации Байдена, это и означает и их собственную бесславную кончину. Тем более, вот, например, про Блинкен уже давно говорят, что он хочет быть новым Киссинджером, понимать, что по нему так говорили. Ну, может быть, сегодня есть еще там и другие исторические личности, типа Скоукорта, который был советником по национальной безопасности, тоже легендарный. Ну, Киссинджер тоже был, кстати, мы с вами говорили, советником по национальной безопасности. Понимаете, эти шестерки ни на что не тянут. И в этом плане для них это вообще, не знаю, найдут работу в университете или не найдут. А уж, может быть, даже в компаниях военно-промышленного комплекса, кстати, где они там подвязались до прихода в администрацию Байдена, может быть, им тоже большой зарплаты не будет. И в этом данном случае вот это тоже надо понимать. Вот это все то, что сегодня происходит вокруг Остина. Это дело серьезное. Владимир Сергеевич, дорогой, спасибо огромнейшее, что включились к нам в эфир на Соловьев Лайф, Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской Академии Наук. Вы знаете, это, конечно, удивительно. Блинкин, мечтающий стать новым Киссинджером. Блинкин, которого во времена Мадлен Олбрайт, наверное, если бы куда и пустили, то только расставить на вот этом переговорном столе минеральную воду, положить листы бумаги и ручки, в нынешнее время хочет стать новым Киссинджером. Ну, это абсолютно чудовищная деградация политики. Вот если там условно отбирать иллюстрации политической деменции за последние годы, то вот это такое яркое абсолютно проявление ОНОВа.